В студии врач-эпидемиолог Анжела Юрьевна Рустамова. Ну и слово «эпидемиолог» уже вас настроило на правильную волну. Говорить мы будем сегодня о вакцине, о прививках, и в том числе о ковиде и о гриппе, которого сезон уже наступил, то есть гриппа. Ну сначала несколько, немножечко мы времени уделим вот все-таки ковиду. Как народ прививается, Анжела Юрьевна, на ваш взгляд? То есть вот активность спала, то есть не было вакцины, была очередь, были записи. Сейчас, по-моему, по моей информации вакцина есть, но народ, который хотел привиться, уже привился. Или еще люди идут и все-таки убеждаются, и каждый день что-то происходит в этом смысле? Люди идут, но идут, конечно, гораздо хуже, по сравнению с тем, что было в самом начале. То есть тот поток, который хотел привиться, они прошли. Да, тот поток, который хотел привиться, основная масса, конечно, привелась, остались только те, кто думают, может, что-то не верят в какой-то вакцине, ну и, может, другие какие причины есть, но, по крайней мере, тот ажиотаж, который вот был, у нас спал. Вакцинация, конечно, у нас проводится, но не теми темпами, которыми бы хотелось, поскольку мы понимаем с вами, что любая вакцинация, тем более мы с вами знаем, что надо привить сразу много людей, чтобы каким-то образом прервать механизм заражения и снизить заболеваемость. Поэтому нам надо привить было быстро и много, но не получается пока на данный момент. Вакцина есть, люди идут плохо. Ну, вакцина-то у нас сегодня выбор, вот, или все-таки вакцина спутник-лайт закончилась? Нет, у нас есть два, спутник и спутник-лайт, две вакцины. То есть выбор есть. А вот есть какие-то возрастные предпочтения, допустим, я знаю, что был период, когда спутник-лайт, то есть лайт-слово, да, переводится с английского, облегченное, до 60 лет пребывали. Потом стало известно, что наоборот, лучше людям уже преклонного возраста эта вакцина, тем более она однократная. Или возрастных каких-то предпочтений тут не существует. Что лучше для молодежи, для среднего поколения, для старшего? Ну, мы вообще-то руководствуемся рекомендациями, инструкциями к этой вакцине. Сейчас произошла корректировка как раз инструкции к вакцине спутник-лайт. Если мы говорили, там было ограничение до 60 лет вообще всем, сейчас старше 60 лет можно появляться, но только людям, кто уже получил вакцинальный комплекс ранее. Это только, как говорится, для ревакцинации. Да, для ревакцинации. То есть, кто получил 6 месяцев назад спутник ВИД двукратно, могут сейчас, кто старше 60 лет, получить ревакцинацию спутником-лайт. А другого, никаких больше рекомендаций, предположим, для возрастных? Больше ничего не изменилось. А спутник-лайт до 60 лет, конечно, всем можно ставить. Ну, вот вы уже вроде ответили на вопрос, почему все-таки приходится людей убеждать в необходимости прививаться. Люди, как вы сказали, не понимают, недооценивают. Или, может быть, на самом деле мы всегда же считаем, что все только не мы. А вот я знаю, даже среди моих знакомых все больше людей болеют. Ну, наверное, все и слышали о том, что болеют и привитые. Тут скрывать не стоит абсолютно это. Но мы можем сказать однозначно, по своим уже наблюдениям, болеют, но они болеют легко. Они болеют дома, как не отличается, как они болели бы с ОРВИ и гриппом. Совершенно не отличается. Мы еще замечаем и наблюдаем то, что болеют именно те, в основном, кто получил прививки в феврале-марте. Видно, иммунитет падает. Не зря же мы говорим о том, что ревакцинацию через 6 месяцев надо делать. Иммунитет упал, конечно, человек, сопротивляемость к вирусам гораздо ниже, к коронавирусу. То есть, получается, вот эта первая волна, которая активно шла, они уже подошли к тому периоду, когда надо ревакцинироваться. Совершенно верно. И вот для этих людей мы напоминаем, что это не на всю жизнь. Ну, как и любая вирус. Это же против вируса вакцина. Всегда поддерживающие должны нужды. Иммунитета на долгие-долгие годы нет. Он краткосрочный. А если все-таки человек вакцинированный, мы с вами сейчас говорили, что они болеют, человек получил обе прививки, но заболел, тогда этот период откладывается ревакцинацией? Да, на полгода. То есть еще на полгода? Да. После перенесенного заболевания ковидом прививка ставится через полгода. Ну, вот среди моих знакомых есть люди, которые все-таки тяжело переболели, достаточно тяжело после первой вакцинации. Но они, наверное, не переболели. Они, наверное, просто перенесли тяжело и достаточно плохо себя чувствовали после вакцинации. Не болели ведь они ковидом? Те, которые привились и заболели. А, и заболели. И заболели достаточно тяжело. Но в чем мой вопрос? Врач, который наблюдал, видимо, участковый, наверное, скорее всего, решил, что после прививки заболеть, ну, вот так вот невозможно. То есть отнес это на ОРВИ. И период лечения затянулся. То есть вот не затягивать, наверное, вот я о чем хочу сейчас спросить. Если у тебя, у вас там, у кого-то появилось даже после, пусть вакцинации, ревакцинации, какие-то признаки ОРВИ, все равно надо, как бы, проверить себя на ковид. Есть смысл? Ну, с признаками ОРВИ... То есть сразу не скидывать, что это у меня грипп или я не могу заболеть больше ковидом? Совершенно верно. Нет. То, что 100% не заболеешь, никто такую гарантию никогда и не даст. Мы же сами с вами понимаем, любая вакцина имеет свою эпидемиологическую эффективность. И она больше 95-97% не дает эпидемиологическую эффективность. И сразу производители вакцины говорили, они защищают людей от того, чтобы не получить осложнение и чтобы снизить летальность. Это в первую очередь. Мы работаем в первую очередь сейчас. Эта вакцина работает на то, чтобы не было осложнений, чтобы люди не погибали. Нет, я о том, что не надо ничего ждать. И самолечением заниматься. Это при любом раскладе, даже если это не ковид, а просто ОРВИ. Вы привелись и заболели ОРВИ. Однозначно к медицинским работникам надо обращаться за медицинской помощью. Ничего не изменилось абсолютно. Потому что мы с вами знаем, что можно заболеть и другими респираторными вирусными инфекциями. Можно и ковидом заболеть. Мы же знаем случаи, что и повторно люди болеют ковидом. Более чем через полгода. Поэтому исключать того, что совершенно мы не будем болеть, обращаться надо без разговоров. Гриппы, это ОРВИ или это ковид. Это все как бы звенья одной цепи. И в любом случае, может быть, до обращения еще к врачу иметь какие-то противовирусные и уже в самом начале давить вирус. Ну, тут я, конечно, посоветовать не могу, чтобы лечить самостоятельно. Тем не менее, не затягивать там недели. По крайней мере, обращаться надо своевременно. Заболели, обращаемся на следующий день. Ну и на ковид в любом случае проверить. Они не пытаются лечиться неделю, две, три, когда уже потом совсем тяжело становится. Там уже последствия наступают, даже у привитого. Конечно. Уже, возможно, и необратимые. Конечно. Вот я о чем. Ну и вот такой вот вопрос стержневой. Люди спрашивают, многие просто озадачены вот этой проблемкой, проблемой. То есть мы говорили, вот чем больше привьется, тем быстрее у нас будет, значит, вот эта вот подушка безопасности, коллективный иммунитет. Но было время, когда поначалу люди не прививались, еще и прививок не было. Болели меньше, чем сейчас. У нас было даже вот в городе, ну, прибывало, да, десятка, допустим, ну, я не знаю, за месяц, что ли, да. А сейчас за неделю 10 человек поступает. Вот в чем тут дело? Почему вот эти подушки безопасности? Почему коллективный иммунитет, вот так долго мы ждем его, так мы хотим, чтобы все-таки он наступил, чтобы вот этот вот прервать эту цепочку? Ну, коллективного иммунитета у нас на данный момент нет. Нет пока. То есть у нас и привитых, мы говорили о 60%. У нас привитых 28% населения у нас привитых. Надо для подушки безопасности не менее 65%. Ну, так нам еще это долго добиваться. Поэтому тот, кто прививался, поначалу сами уже иммунитет начинают терять, да, ведь сами еще слышите, что вирус модифицируется, изменяется, да. Поэтому... Вот это контагиозность, или как это вы называете, да? Да, заразительность, да, контагиозность. Поэтому тут, в принципе, вот как бы не особо и удивительно это. Ну, и у нас распространение идет, как мы понимаем, от того, что люди еще, в принципе, средствами безопасности стали по-другому, индивидуальной защиты, пользоваться по-другому, чем в первую волну. Ну да, там ответственность как-то была выше людей, испугались. Конечно, сейчас сюда все проще, значит, поэтому друг другу мы заражаем и продолжаем заражать своих близких и родных, поскольку у нас эти заболевают целыми семьями, потому что контакт достаточно высокий, этих инфекций, контагиозность этой инфекции достаточно высокая. Поэтому пока мы не достигнем такого уровня, как 65% населения, прием, конечно, у нас так и будет это продолжаться. Но все-таки при 65, вот оставшиеся там 35, они как бы более-менее гарантированы будут тогда? Конечно, но никто не говорит, что заболеваемость от нас, она уже не уйдет никуда. Ну да, ее не остановить, он пошел, пошел. Просто мы снизим, минимизируем риски. Минимизируем риски. Обязательная вакцинация, то есть принудительная, как мы говорим, это может быть все-таки вот даст эффект, может мы еще действительно недопонимаем и относимся к этому, ну как бы сопротивляемся всем своим нутром, какая еще обязательная, какая еще принудительная, вот чего вы думали. То есть ее вестрады, вот Болгария, я слышала на днях, просто бастует против этого. То есть вот принудительная, может она на самом деле даст свои результаты. Ну я хочу просто рассуждать как эпидемиолог, да, обязательно, конечно же. Я вот, например, за обязательно, потому что помните, вы ли 93-95 год, когда была вспышка дифтерии в стране, в связи с тем, что мы забыли, что такое вакцины, мы забыли, что такое прививки, и население стало плохо прививаться. И, значит, иммунитет у людей упал, стали заражать друг друга. И в 93-95 году стали люди погибать от дифтерии, и задача стояла быстро всех привить, чтобы было не менее 95% населения привито, чтобы снизить заболеваемость. Ну и, конечно, летальность, чтобы не было. Значит, мы по дворам ходили, мы по домам ходили, прививали. И это было так краткосрочно, в течение, наверное, полугода мы это делали, все, заболеваемости нет. По гепатиту А такая же история была. Когда-то у нас, сейчас уже не помню, какой 2000 какой-то там год был у нас, когда дети начали болеть гепатитом А, мы про эту инфекцию уже забыли, и стали прививать детей в детских садах, и это уже не стало гепатита А. В принципе, эффективность вакцин известна всем уже давно. Просто это может быть несколько... Но вот эти все вакцины, они одноразовые, они на всю... Нет, они все же так же. В дифтерии у нас положено привиться в вакцинальную конкурсию, поэтому раз в 10 лет прививаемся мы с вами. Все-таки на 10 лет, да. Да. На 10 лет это хороший срок. Дифтерия – это бактерия, будем так говорить. А тут вирусы, вирусы, они изменяются. Мы не зря же, перейдя даже к гриппу, который сейчас у нас сезон начинается, вакцину мы каждый год примем, потому что вирус меняется, состав вакцин меняется для того, чтобы создать иммунитет, для того, чтобы люди не заражали друг друга. Но все-таки вот мне недоверие, вот этот вопрос больше всего волнует. Вот понимаете, было время, когда, если доктор сказал, надо привиться, вот даже 93-й год тогда, вот вы говорите, дифтерии и так далее, как-то шли и не обсуждали, надо, не надо. Когда у нас дети рождались там, ну и сейчас, в роддоме ставят, прививки все мы эти знаем, и как бы доверяем и не сопротивляемся. Почему сейчас вот это вот сопротивление все-таки присутствует? Вот, наверное, от того, что если вакцины раньше все-таки, скажем прямо, испытывались по нескольку лет, то есть даже были какие-то сроки существовали, может быть, потому и не доверяем, что это быстро произошло, мы не знаем состав, может, нам и не надо его знать, вот поэтому, наверное, доверия нет. Но ведь все-таки время показало, что эффективность-то все-таки присутствует. Такие вопросы, конечно, есть, никто не говорит, но у нас и не было такой ситуации, я не помню, я больше 30 лет работаю эпидемиологом, я не помню, чтобы люди в таком количестве погибали от инфекционных заболеваний. Это, наверное, только чума была или холера? Ну, чума, холера. И самая высокая смертность от инфекционного заболевания в нашем городском округе, это был туберкулез. Случаев смертности от инфекционных заболеваний не было. И вот ковид пришел, и люди стали погибать. Я думаю, ситуация связанность, почему так быстро вакцина, значит, и, может быть, и разработали ее, потому что, в принципе, чрезвычайная ситуация. И не зря же ковид приравняли к особо опасной инфекции. То есть ситуация была такая, что требовались быстро принять меры и быстро создать вакцину. Такая задача стояла, и ее выполнили. Конечно. Ну, вот, кстати, вы упомянули сегодня, вот два раза сейчас речь о туберкулезе, ведь туберкулез у нас растет, и нам надо вот в этом смысле, ну, тоже какие-то меры безопасности это соблюдать, и тоже, может быть, вот какие-то... А есть, кстати, вакцина от туберкулеза? Конечно. Существует. Детей мы прививаем от туберкулеза. То есть это вот в роддомах как раз? Да, в роддоме и в школе, но тут она немножко сложновата, вакцинация, поскольку все-таки, если кто старше одного года, там требуется еще туберкулинодиагностику проводить, и можно или нет этому ребенку или взрослому человеку ставить. Не взрослому, взрослому-то практически нет. Там у нас одна мера профилактика, своевременное выявление больных. И лечение, конечно. Да, и лечение. Хотя лечение эффективного, если у него запущенная форма, не существует. Ну, я это обсуждать не могу, потому что я нефтизиатр. Ну, да, но все-таки туберкулез растет, и почему-то, да, на самом деле, как-то вот эта вот ситуация беспокоит у нас, кстати, в городе. Ну, а вот давайте сейчас сезон, осень за окном, да, сезон, когда мы всегда, ну, все не все, но прививались, люди шли от гриппа, потому что грипп никто не отменял. Вот мы сейчас с вами говорили, что он меняется, тоже мутирует этот вирус, да, как и все вирусы, собственно говоря, на нашей планете. Вот, и непредсказуемость тут абсолютная, что нас ждет. Поэтому мне бы хотелось спросить, вот сегодня больница, поликлиники, наша поликлиника готова к тому, чтобы прививать от гриппа как раз от ОРВИ? Конечно. Ну, во-первых, у нас есть прививочный кабинет. Да, он есть и никуда не делся. Никуда не делся. Причем у нас сейчас два кабинета открыто в поликлинике, поскольку, ну, объемы вакцинированных стали больше, да, ведь поскольку мы от ковида прививаем, то ни один, ни два человека... Ну да, там был пищевой энцефалит. Да, сейчас еще и грипп ОРВИ сезон подошел. Поэтому, значит, у нас все ФАПы прививают. У нас в детских садах, детских школах... То есть в селе на ФАПах можно привиться? Конечно, конечно. Можно привиться на ФАПах. И в город не прививаются? Значит, сейчас решается вопрос о том, чтобы открыть пункт, как в прошлом году был в Кристалле. Удобно, кстати, сказать. Центр города, да? Люди гуляют, вот, пожалуйста. Значит, вакцины мы уже получили почти 14 тысяч доз. Это хорошая, да? Конечно. Чисто цифра хорошая? Конечно. Нам в прошлые годы давали там 2-3 тысячи, в общем, через неделю еще 2-3 тысячи, а сейчас практически половину требуемое количество уже мы получили. Поэтому, в принципе, только задача прийти и привиться. Так, а вот как в этот раз она, как всегда, насчет бесплатности, платности? Ну, все то же самое остается. В принципе, у нас, как всегда, мы разделены, будем говорить, на два потока, да? Это прививки по национальному календарю, которые бесплатно даются за счет федерального бюджета. Это дети прививаются, все контингенты, какие есть. То есть все дети до... Ну, с 6 месяцев, да, до 18 лет. Это имеется в виду дети с 6 месяцев до 3 лет, организованные, неорганизованные, школьники, вузы, СУЗы, училища и так далее. Потом прививаются призывники, профессиональные группы риска, но не все, а за счет средств федерального бюджета, это, как всегда, работники образования, медицинские работники, транспорты, коммунальные службы, пенсионеры, значит, для них тоже вакцина бесплатная, беременные женщины, у кого второй, третий, триместр беременности, тоже на них вакцина выделена и уже, кстати, получена. Она другая какая-то? Да, она другая, она та же самая, что для детей. Значит, на детей мы, кстати, тоже получили уже почти что 4 тысячи. А, то есть это разные вакцины все-таки? Да, вакцины разные. Ослабленные тут, видимо, немножко или какая-то? Ну, там несколько состав другой, да. Но, в принципе, вакцины все готовые для... Не готовые, как сказать слово-то? Ну, то есть они предусмотрены и разработаны. Они, значит, эти вакцины разработаны в этом году, изготовлены они в этом году с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. А какие в этом году, значит, рекомендации здравоохранения? Что у нас в состав вакцины должны быть не менее трех компонентов. Первый компонент – это вирус А, туда входят свиной гриб и сезонный гриб. И третий – это В, ну, там рекомендовано Вашингтон. Ну, у нас как раз она поступила сейчас такая вакцина, флюем. Так что мы готовы как раз к этому сезону, потому что прогнозируют, какой вирус будет в этом году. А вакцина отечественного производства? Ну, а вот возвращаясь к предыдущей теме, вы знаете, вот все-таки, вы как эпидемиолог, состав вакцины спутника ВИИ? Ну, спутник ВИИ, там же в инструкции прямо написано, на основе аденовируса разработан ген. На основе аденовируса. На основе аденовируса. Поэтому, в принципе, с аденовирусами мы сталкивались уже не один год сталкиваемся. Я, знаете, что хочу сказать? Этот сезон будет достаточно сложный, как я понимаю. Почему? Потому что, ну, гриб, конечно же, если мы сейчас не привьем население, как хотелось бы, не менее 65%, а это не много, не мало, почти что 24 тысячи людей. Это тоже мы говорим сейчас о гриппе. Да, о гриппе. Значит, значит, грипп на территории будет расползаться. Плюсом, ковид от нас никуда не ушел. Что после, значит, ковида еще и пневмония, осложнение. И если люди болеют гриппом, осложнение пневмонии тоже можно получить. Поэтому есть риски того, что заболевание будет... Объединиться, вот этот микс получится, это будет, конечно, страшное дело. И много заболевших, и будут тяжелые случаи. Поэтому я бы всем рекомендовала, вот на данный момент, кто не привился от ковида, привиться, а в дальнейшем привиться от гриппа. Как можно привиться? Значит, сегодня мы ставим спутник лайт или спутник ВИ. Значит, если спутник ВИ, мы продолжаем там через 21 день, потом через месяц после того, как... То есть, ровно 30 дней не меньше. Да, не меньше. Через месяц мы ставим грипп. И тогда у нас защита. То есть, ни в коем случае не одновременно это нагрузка? Одновременно, но по телевидению говорили, конечно. Там вроде как решается вопрос, но официально в инструкциях пока ничего не написано. Лучше разделить, развести по времени. Что-то там изменится, потом мы, конечно же, скажем, но на данный момент поставили от одной инфекции, через месяц мы ставим от другой инфекции. Надо сейчас успевать. В ноябре, как правило, у нас всегда привычная кампания идет с сетябрь-ноябрь, но в ноябре подъем уже других вирусных инфекций, начинается не только гриппа, и подъем вирусных инфекций начинаются противопоказания временные. Люди заболевают. Если человек заболел, у него острое инфекционное или неинфекционное заболение, естественно, у него как временный медотвод, он не может привиться так, мы доживем до декабря, а потом там, как правило, уже идет грипп. Ну и потом этот человек, как правило, с ослабленным иммунитетом, и он может легко подхватить и все что угодно. Поэтому этот сезон как бы ожидается достаточно тяжелый в плане заболеваемости инфекционной ковидом и гриппом вместе. Но от гриппа тоже будут прививать на ФАПах? Да, конечно. То есть и грипп, и ковид? Ну, эта вакцина-то проще немножечко в хранении, поэтому у нас условия для хранения и транспортирования все есть, и поэтому на ФАПах они могут прививать, как всегда. А сколько от прививки, вот от ковидной и от гриппа должен пройти срок, чтобы человек вот уже иммунитет у него закрепился? Ну, в среднем вообще по ковиду не менее там 21 дня, от момента последней прививки. Ну, это так прямо в инструкциях написано. А против гриппа, но не менее двух недель. Не менее. То есть надо успевать, в том смысле, что пока вот это слякоти, холод. Конечно, пока не наслоились другие инфекции, пока вообще не заболели. Спасибо, Анжела Юрьевна. Всего доброго, уважаемые телезрители. Берегите себя, ну и, конечно, даже своих близких. До новых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»